здравствуйте дорогие друзья вы на канале колдун блог с вами катеров танк и сегодня мы с вами рассматриваем замечательную советскую пт сава 7 уровня су-152 и вот смотришь на нее и думаешь казбаси обычная все такая пт но большая но вот маска у нее такая внушительная ну и что и что брони особо нету броня тут 75 миллиметров 60 по бокам скорость неплохая 43 километра правда скорость поворота все это 23 градуса вот ну и что ж такого в ней особенно особенно если сравнивать там яхт пантера и до кмелями вот и прочими пт которых сейчас в игре более чем достаточно а интересное все-таки у нас есть это интересное это и орудия которых у нас в чем-то по большому счету два типа вот это 152 есть 122 миллиметра вот а также уникальная броня и вообще общая конструкция самоходки которую которая вообще была основана на базе танка к в вот если вы можете посмотреть вот на корпус сзади да су-152 то например это будет сходство с танком к в к в 1с вот потому что это та же самая база ну к примеру к в 1с посмотрите на к в 1с знаете да то есть такая же самая база вот на основе этой базы су-152 и было создана вот что нам эта база дает нам база это дает в общем не достаточно неплохую модельность хорошую проходимость хорошую линейную скорость а также высокую грузоподъемность за счет этого удалось установить такие тяжелые орудия вот при общем то неплохой брони вот хотя брони всего 75 миллиметров вот если ровнять с описываемыми нами ранее чечи же си а то чечи же си у нее 88 миллиметров но вот они видите под каким углом расположены фактически под прямым углом кэш пробить эти 88 миллиметров значительно проще чем наши 75 миллиметров все потому что у нас броня расположена под рациональными углами и плюс смотрите здесь очень такая не внушающее доверие маска орудия который очень элементарно пробивается всеми кому не лень у нас могучая такая маска огроменная который очень пробить это большая большая проблема ее пробивают очень редко и только орудия крупных калибров вот это через раз на самом деле маска очень хорошо поглощает урон вот а броня вот в отличие там же того же чечеля же сида ответе какая она конечно не такая идеальная как яхт-пантера где там все заглажено на фактически по форме как су-100 вот неизвестно кто с кого конечно рисовал кто у кого плагиатель наши в немцев или немцы у наших я думаю все по чуть-чуть друг у друга вот но ответе как вот здесь достаточно неплохой наклон да здесь градусов 60 примерно вот и плюс здесь вот такие рабовидная форма вот эти скосы до которые призваны были что при лобовом попадании снаряд уходил в сторону кроме этого мощный верхний бронелист который очень никогда не пробивает большому счету туда никто не стреляет но зато лупят нижний бронелист он у нас вот достаточно такой заметный и попадать в него несложно пробивать тоже его в общем-то не сложно но так как это самоходка невысокая да по сути не очень высоко то нижний бронелист часто прячется складка к местности а вот и приходится противнику стрелять боевую рубку которая очень неплохо защищена тут ответе маска практически на на всю лобовую броню сюда очень часто попадают эти скосы пробить сложно не рикошетистые вот и единственное место фактически куда можно бить более менее гарантирован это вот этот участок ну согласитесь он относительно небольшой и очень попасть не не так-то просто а опытные бойцы еще умудряются так маневрировать что подставляют маску под удар немножко боком отходят а вот и поэтому еще сложнее становится пробираться 152 самое главное не стоять на месте плюс что еще касается базы кв базы кв на что еще дает а дает она нам очень крепкую очень крепкие борта на традиционно для кого то есть пробивать на сбоку также сложно как и танки кв вот это тоже одно из наших преимуществ но не будем слишком все усложнять начать углубляться все что надо мы посмотрим потом видео про бои значит прочность у нас 870 единиц это такой усредненный показатель в общем достаточно хороший для своего уровня и достаточно хороший для пт масса тонко в топе почти до 50 тонн доходит двигатель у нас на 600 лошадиных сил это в 2 из вот радиостанцию топовый кэш надо ставить это 12 ртс дальности связи 625 метров которая истечет нормальный уже обзор поскольку вот десятирка это маловато все таки и естественно ходовая ходовая это наша проблема в том плане что скорость поворота всего 23 градуса в секунду это вот один из тех крупных недостатков которые вот касается именно этой пт 23 градуса в секунду это маловато и закружить су-152 на самом деле не сложно это один из главных минусов поэтому ну так как у нас тут еще не не самый опытный экипаж сидит в отличие от из объекта да вот то в любом случае учите вот виртуоза виртуоза обязательно короля бездорожья чтобы вот этот фактор снизить также можно ездить с линлизовским маслом да ну или до пайком кому что финансы позволяет но при этом знаете что всегда есть вероятность пожара хоть она и невысокая 15 процентов но лучших чем-то ее обеспечить хотя бы чтобы выученным было там пожаротушение и чистота и порядок у мехвода очень легко там нужен очень опытный вот как видите здесь у меня это тоже су-152 шел экипаж первым делом у нас был выучен боевое братство вот потом уже там подборка шла и конечно здесь тоже виртуоз поскольку общая проблема и уису тоже там это же проблема наблюдается здесь у нас скорость поворота 22 а вот а уису скорость поворота 21 но еще одна самая медленная это все что касается топовых ходовых так что эта проблема номер один скорость спорта ходовой и и надо решать за счет вот таких навыков за счет линлизовского масла но при этом надо обеспечить пожаробезопасность потому что многие выкидывают они тушителя потом иногда случается так что просто от одного удачного попадания ваша самоходка просто прогорает дотла и в общем это очень обидно неприятно проигрывать бой от одного случайного критического попадания минус номер один минус номер два это углы вертикальной наводки вы вертикальной наводки вниз очень плохие там в одном из боев вы увидите как орудие на самом деле низко очень плохо вниз наклоняется и как в общем решать проблему попадание по цели когда вы атакуете на пересеченной местности когда очень неудобно целиться особенно вниз вверх чуть получена поднимается поэтому в основном проблема этого вы наклона вниз а вот и также в общем углы горизонтальной наводки не самое лучшее часто приходится доворачивать корпусом это все влияет на разброс поэтому обязательно приводы усиленные приводы наводки надо ставить лишь что у нас орудия что то что то у них разброс приличный то есть тут 041 аусу 152 152 миллиметров орудия вообще 05 разброс вот и плюс время сведения 34 секунды 2 и 9 секунды ну то есть приличная да обязательно до привода и ставим а также у 122 миллиметров что один нашу d25s у них высокий дпм здесь 667 здесь 8 11 вообще бешеный вот это одно из наших преимуществ которое необходимо усиливать усиливать как либо вентиляция либо досылатель а вот и третий главный минус этой пт это обзор 330 метров плохой обзор очень конечно надо решать за счет навыков это навыки для обзора это орлиный глаз это радио перехват для радиста вот и конечно же можно либо поставить просветленную оптику либо же можно поставить как вот я сделал стерео трубу вот которая даст еще больше обзор но в движении конечно не действует также есть вариант поставить вентиляцию это тогда вы получите вообще максимальный дпм из всех возможных самую высокую боевую эффективность эффективность огня имею ввиду она при этом конечно не такой будет большой бонус к обзору вот но я советую ставить такой билд только при условии что у вас выучен уже орлиный глаз и радио перехват тогда это еще в принципе можно а так не советую поскольку из-за плохого обзора вы будете страдать намного больше чем вы играете от установки той же вентиляции просто она к обзору там не особо добавляет добавляет на ней так значительно вот значит и самое так из плюсов плюсов мы хорошо идем по прямой вот хорошая линейная скорость умеренный вес не слишком большой вес что тоже хорошо и в то же времени не сильно маленький на тарана страдать не будете и сами можете таранить вот великолепный дпм великолепный вот с этим орудием 122 миллиметра до 25 с просто бешен 8 11 выстрел минуту при уроне 390 при этом пробития базовым 175 миллиметров паранебойным 217 ну подкалиберные виду здесь у нас и как раз подкалиберные не кумулятива на су-152 там кумулятивы вот конечно маловато маловато по сравнению там с китайскими образцами эти же 122 миллиметровых орудий где 250 пробитий этого маловато но тем не менее хватает любом случае у нас всегда есть фуасы а вот чтобы там что не говорил но 122 миллиметровый фуасы весьма неплохо повреждают танки даже тяжелые просто надо знать куда стрелять то есть это гусеницы это смотровые щели до приборы наблюдения естественно боковая кормовая броня ну и так далее значит дпм создать 2 миллиметровым орудиям бешеные плюс у нас еще есть вот такое огромное преимущество это такое орудие на все случаи жизни который имеет один крупный минус 2 точнее это низкую скорострельность всего 339 и невысокую точность там разброс 0 0 5 до при этом сводится достаточно долго но что мы имеем в своем распоряжении мы имеем кумулятив который бьет в среднем пробег 250 правда сейчас конечно кумулятивы это такая штука очень стрёмная потому что где-то там чуть-чуть попал в гусеницу где-то там в экранчике он уже ничего не пробил и считаю вас там 6000 ушло на ветер снаряд очень недешевый до бронебойным да можно иногда когда вы в топе таблицы воевать он пробивает 135 миллиметров среднем общем неплохой показатель и он недорогой вот этим конечно тоже можно пользоваться но самое конечно эффективное скотч на фуасные которые отправил дамажит абсолютно все даже там маусов они все дамажит это очень мощные фуасные снаряды манс которые пробивают в среднем 86 миллиметров в общем-то они неплохо для флаза вот и наносит 910 единиц урона вот это такое чем самая стабильная орудия которая способна практически в любом бою вы без дамага не уйдете вы обязательно что-то набьете вот и чем удачнее вы заняли позицию чем удачнее и и с обретательной вы действуете тем больше соответственно вы будете зарабатывать кредитов и даже вот чем еще плюс этого орудия даже когда вы попадаете в самый низ таблица вы все равно представляете угрозу для соперника потому что если брать 122 миллиметров в орудии да только там внизу таблицы там зачастую голдой особо ничего не набьешь особенно в ситуациях когда противник идет лоб в лоб да продвигается кучно организованно и подставлять около лобовую броню но там в общем и голдой толком ничего не сделаешь и в общем в лоб там таким танком кис 3 или ты 32 вот даже фугасы там в общем в лоб не не особо много наносят урона а выцелить движущуюся цель там например в ком башню тот же из 3 или ты 32 достаточно сложно вот а фугасница никаких проблем просто наводитесь цель она вас просто в центре круга стреляете неважно куда вы попадаете но все равно врон проходит на естественность попадаете в критические точки то просто очень высокие риски критических повреждений то есть противнику можете выбить там бою кладку поджечь его в общем контузии экипажа тюни очень часто явление такой фугас прилетает 49 килограмм весит снаряд конечно мало мало не покажется в общем вот такой вот вот такой вот она у нас орудие вот такая вот она у нас интересная самоходка на все случаи жизни единственное что действительно не нравится в ней чтобы я хотел например лучше чтобы она была немножко пониже а вот чтобы у нее был лучше скорость поворота очень медленно разворачивается и чтобы лучше был обзор и углы наклона вниз орудия вот хотя бы так тогда бы конечно этой машине вообще не было бы цены на и так великолепно многие игроки и любят но я выкатывает очень долго очень она заслуживает самого пристального внимания так что я вам советую конечно проходить получать на ней удовольствие набираться опыта вот после нее вы выходите на ису 152 это вообще уникальная машина на своем уровне которая имеет был 10 белку да которая внимание имеет пробитие базовым 286 миллиметров почти 300 миллиметров на восьмом уровне такой пушки практически нет ни у кого это это бешеное орудие причем урон 750 единиц разовой ну и как альтернатива есть был 9s тоже очень хорошая орудие с великолепной скорострельностью и также высоким дпм и с принципе неплохим бронепробитием 225 миллиметров там можете посмотреть на моем канале есть видео как с был 9s можно замечательно воевать а вот вот такая вот она у нас у 152 однозначно рекомендую в покупке однозначно рекомендую к изучению прокачивания этой машины если вам если вы уже играете на этой самоходке и вы просто посмотрели это дать чтобы что-то новое узнать если вы хотите продолжать ездить на этой самоходке но получать еще больше фана и еще больше денег за эту самоходку то конечно я бы вам рекомендовал купить су-122 44 вот вот эта машина она как раз в себя вбирает ряд доработок которые вот позволили сделать это комбинацию это орудие огневой мощи и брони и скорости еще более совершенными во первых здесь наклонная броня как у яхт-пантеры а вот более совершенная более защищенная такая же мощная маска орудия и опять же это орудие великолепная до 25 тесто 22 миллиметра вот здесь чуть пониже скоростей а здесь 7 и 5 но это правда без модулей соответственно с модулями там будет повыше вот как у нас отличная альфа отличный дпм на вот великолепная скорость движок на 500 лошадок но машина очень динамичная так как так как машина весит на порядок меньше тонн предельная у нее есть 35 тонн вот поэтому дышка на 500 лошадок вполне хватает вот при этом еще один большой плюс скорость поворота 42 градуса то есть это в почти на 20 градусов больше чем у нас единственное что здесь осталось из минусов это плохой обзор здесь также 330 метров опять же проблема с наклоном ствола вниз вот тоже вниз так сказать пушка не гнется и еще один маленький нюанс к сожалению сюда мы не можем поставить 150 2 миллиметров в роде так как это премиумная машина и у них всего один сетап другого нету ну так в целом конечно же для любителей су-152 вот это самое реальное одна из самых лучших замен и тот редкий случай когда премиумная машина практически не имеет недостатков перед обычными машинами ну на этом у нас все по су-152 вот если вам видео понравилось ставьте лайки и вот пишите о каких бы еще машинах вы хотели бы увидеть гайды и итак мы с вами идем по нулевой линии это карта хэйвэй у нас 122 миллиметровая топовое орудие вот вообще по этой линии идти достаточно опасно но всегда есть шанс занять очень хорошую позицию и и вот сейчас мы проскакиваем тут м6 но это 485 и к в 1с в общем и благодаря тому что вот мы сюда можем соскочить первыми мы можем противник устроить перекрестный огонь благо повезло что к в 1с он стоков иначе бы мы сейчас тут получили они на 100 с небольшим на все 400 урона и конечно бы было бы это все очень неприятно но нам повезло еще в чем что соперники проявили некоторую нерешительность вот они могли бы сейчас сразу выскочить на нулевую линию но вот они погнались только за мной вот сейчас как это почему-то не видно и а вот сейчас появляется вот и он пытается сейчас пройти к нам мы его встречаем первым же попаданием я не знаю что там было возможно там был крит двигателя вот но он здесь остановился и пока он там чинился приходил в порядок он тут попытался проскочить думал что еще у нас идет перезарядка но не тут то было в том то и дело что у су-152 великолепный дпм и вот сейчас он рвался буквально именно из-за этого дпм и был уничтожен тут КВ-1С стоковый который ведет перестрелку с нашим союзником в общем не успели мы добрать этот фраг и вот здесь пытается м6 проскочить значит попадаться с Т-43 ловит от него несколько попаданий совершенно он не заметил что мы уже разобрались на своем направлении с двумя его союзниками фактически с одним да с ЛК там потому что с квасом мы разбирались косвенно мы его выманили на себя и его уже там добили союзники и вот мы его с двух попаданий в общем отправили в ангар вот так за счет дпм мы в общем с этой критической ситуацией очень быстро и очень неэффективно выбрались мы умудрились отлично она дамажит вот ну здесь мы добиваем еще Т-34-85 вот после чего так как там три арты мы здесь вот аккуратненько встаем за домиком и не рыпаемся поскольку мало ли чего сколько там по нам артиллеристов целится и вот выстрел был это он уже наугад бил он ожидал что мы туда отступим но мы просто подождали вот пока он выстрелит и уже спокойно себе едем на помощь союзникам потому что распаум у нас фактически открытый вот ну в общем дальше там особо ничего интересного в этом бою не происходило это был пример того как вот за счет дпм мы можем с критических ситуаций выбираться высочайшая скорострельность вместе с отличным альфа-страйком это вот то уникальное свойство которое имеет эта сама охотка вот таких самоходок больше нету единственное это су-122-44 примерно с такими характеристиками вот на теле посмотрим следующий будет итак выходим на первую линию в уголку узле распаума типичная позиция на карте фишинбай и ждем подхода соперников сейчас у нас будет коротковременная стычка с соперником которая вот просто еще раз отлично продемонстрирует насколько высокий дпм су-152 способен в критических ситуациях помогать перетягивать скажем канат первенства на нашу сторону замещаем на P20 P2 атакуем ну не успеваем точнее успеваем выстрелить но точность низкая в орудии потом не попадаем снаряд уходит вниз и попадает вырезается в землю хотя шел он точно в т-25 помогаем кв-1 разобраться с т-34-85 тем временем по нам бьет т-25-2 противника попадает нам маску вот но естественно слышно еще выстрелы до попадает видите маска очень крепкая маска трудно ее пробить вот слышно выстрел значит кто-то еще с центральной линии потом сводится поэтому надо отступать выходить из-за света ушли из-за света снова заходим на эту позицию опять ставим в кусты тут мне начинает казаться что КВ-1 сделает вообще непонятно что он должен был вперед пойти он здесь заползает за здание как мне казалось что он полный нуб но казался не таким уж простаком в общем тактически все грамотно сделал и так значит видим что нашем направлении пытаются три самоходки противника пройти еще раз дамажен т-25-2 в общем у нее остается очень мало и ее добивает квас атакуем яхта за 4 как видите огромная альфа огромный дпм фактический яхта за 4 из двух попаданий можно уничтожить и су-152 который развернулся боком все еще также воюет с нашим КВ надо отдать ему должное поскольку он тянул на себя столько противника выдавал нам возможность по ним работать но как оказалось видите кВ-1с очень ароматный игрок он занял хорошую позицию также оттуда атаковал помогал то есть видите какой огроменный дпм у нашей самоходки фактически вот есть представить эту ситуацию по дорогу да то 2 су-152 они фактически по огневой мощи равны трем квасом вот такая огромная скорострельность у нас вот при этом также пешеная альфа вот и от таких вот ситуациях в перестрелках на стационарных им конечно на своем уровне наверное нету равных даже яхт пантера в чем-то ей будет уступать а в чем это конечно же в суммарном уроне поскольку при приблизительно равном дпм точнее дпм а скорострельности дпм у нас будет выше потому что у нас выше альфа вот альфа у нас просто огромная хотя конечно яхт пантере мы выступаем по точности все вы знаете наверно что у су-152 имеется проблема с наклоном ствола вниз вот как видите максимум что он может вот так вот пушка гнется вниз образно говоря очень плохо а вот и эта проблема су-152 особенно вот на такой местности где полно ухабов холмиков в общем неровности которые мешают нам нормально прицелиться если мы заезжаем на какую-то даже небольшую возвышенность вот но есть один маленький приемчик который позволяет назначить даже находясь на такой неудобной возвышенности попадать по вражескому танку конечно требует сноровки он требует тренировок но этот прием вполне рабочий вот и сейчас мы вам его продемонстрируем вот значит у нас карта карелия мы со 122 миллиметровым орудием выцеливаем black prince а попадаем хотя он вроде бы скрылся от нас и отказываемся назад значит вот видите замечательный исс да на примере этого иса мы как раз и посмотрим как этот приемщик работает опять выкатывается black prince получает от нас снова остается у него уже четверть запаса прочности вот он все думает не знает куда бы ему вылезти с той стороны или с той стороны и вот наконец-то союзники его он вылез сдал назад поставил нам корму мы этим воспользовались уничтожили его вот теперь замечаем мыс смотрите что здесь происходит мы видим мыс сводимся на него стреляем сдаем назад сейчас мы стреляли с практически вот ровной местности да а вот сейчас мы сдаем за вот этот небольшую возвышенность видите скатываемся вниз ну вот и избежали ответного удара от иса вот а теперь смотрите мы на небольшой возвышенности все углов наклона вниз не хватает но мы умудряем умудряемся сейчас в него попасть как мы это сделали давайте посмотрим повтор итак мы вот такой вот позиции находимся видите разброс здесь приличный у нас вот из впереди вот перед нами вот такая вот возвышенность нам надо умудриться в него попасть вот что мы делаем мы сдаем назад и вот в момент разброса когда вот машину качает после того как мы сдали назад или вперед мы вот момент раскачивания ствола подлавливаем его и попадаем вот так все просто так смотрите еще раз катаемся мы назад вот так вот сдаем сдаем назад как видите сейчас мы вот не достаем из ну вот мы видим что мы можем поймать его в прицел а на раскачивание поэтому сдаем вперед делаем остановку и вот когда прицел пошел вниз от раскачивания мы делаем выстрел смотрите бах все конечно у вас не получится сразу такие приемы делать это приходит с опытом но со временем вы научитесь главное знать как это главное знать как бить а научиться бить вы всегда сумеете вот технику я вам показал а вот теперь вам остается только потренироваться вот и думаю что уже плохие углы вертикальной наводки вниз на су 152 да и наверное на некоторых других машинах для вас уже не станут такой большой проблемой какой они были до этого теперь наверно досмотрим на этот бой замечаем как халкат выкатывается в погоне за и сам наносим ему удар теперь выкат 3601 он нас замечает поэтому фактор неожиданности не в нашу пользу хотя он до нас еще был мы подсвечены были еще халкатом но вот сейчас халкат подбиваем ВК насколько незаметная машина стоял фактически на ровной местности и на открытой мы его заметили только после выстрела конечно с точки зрения реализма выглядит абсурдно но игра есть игра поджидаем пока халкат наконец-то высунется но этого делать не станет так как он слишком много и попытается уйти но наш союзник его добивает в общем этот бой у нас как пример игры со 152 миллиметровым орудием именно игры фугасами как видите такая ситуация сложилась что мы остались практически одни в конце боя вот видим т71 отправляем туда фугас в общем т71 у нас слабо бронированная машина разлетаться на куски от этого попадания там почти более 500 единиц урона он получил за раз вот теперь видим т28 прототайп он совсем не ожидал нас увидеть здесь подставил нам борт и отлично получил туда фугасом и отправился в ангар сейчас т69 возможно мы тут засветились здесь лампочки нету этого экипажа вот он выезжает получает от нас прекрасно не знаю как у нее там еще гусеницы целые после такого попадания вот ну в общем получил он тоже прилично начинает по нам стрелять мы естественно кружим и как видите как результат того что мы вот вращали корпусом да вот несколько попаданий ушли в маску вот одно ушло в гусеницу вот благодаря этому мы сохранили более половины запаса прочности хотя могли уже отправиться в ангар в общем это нам дало еще один шанс вот встать в кустик сейчас туда лупа нет арта она подумает что мы рванули вперед с перепугу но нет мы здесь железными нервами спокойно ждем подхода следующего соперника в общем как видите одними фугасами уже нанесли мы самостоятельно практически раз за разом сколько вреда сопернику практически уничтожили слегка покоцанный Т71 в борт уничтожили там уже поврежденный был где-то на 60-70 процентов от И28 прототайп и разобрали фуловый Т69 вот фактически с двух попаданий ну там не совсем фуловый был ну в общем прилично ну вот нас получил конечно фугасами это учтите просто фугасы то есть никакие не кумулятивы тем более сейчас кумулятивы в общем такое неблагодарное занятие стоит 8 тысяч попадает в какой-то несчастный экран и в общем там и застреет в общем глупо дорого и бесполезно вот видим карнавон который пытается обойти нас по флангу вот естественно на этот сектор уже сведена артиллерия и на балконе стоит вражеские танки тигр стоит там ждет уже свелся на этот сектор но тем не менее напоследок грюкнуть дверью мы сумеем и так вот поднимается карнавон мы видим его не спешим не спешим выцеливаем двигатель бах и посмотрите что получается урона там было ну чуть больше ну почти 400 единиц но мы его подожгли вот и вот ему нагарает 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 вот уже более 800 единиц он получил урона вот представьте себе то есть вот такая вот ситуация с фугасами очень эффективное орудие главное чтобы у вас была короткая или средняя дистанция для огня вот тогда точность огня максимальная и чтобы было время свестись на цель вот старайтесь стрелять при полном сведении в общем вот такая она у нас интересная су-152 уникальная своего рода машина машина однозначно сильная однозначно одна из самых интересных ПТ в игре вообще в частности на седьмом уровне и конечно же я рекомендую вам обязательно ее исследовать и обязательно на ней поиграть вот набраться опыта и той массы положительных эмоций которая это ПТ-САУ приносит людям которые научились на ней играть так как она способна очень и очень многое ну а если вам понравилось видео не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал с вами был катер автанки пока пока